В Москве звучал голос армянской души. Прошел концерт в рамках Дни Армении. Ледяной круг посреди реки привлекает туристов на север Китая. Первый в Индии роскошный отель для собак завоевывает признание. Частичка российской столицы в Пекине – зал Москва в секретариате ШОС. В Грузии нашли старейшее в мире вино. Звучание дудука передает красоту и духовность Армении, считают участники концерта «Голос армянской души» и «Мудр древности язык». Дживан Гаспарян-младший не представляет свою жизнь без этого музыкального инструмента, хотя, по словам самого музыканта, идти по стопам легендарного деда он не планировал. Никто меня не заставлял играть на этом инструменте. Я начал, когда мне было 18 лет. Я до этого занимался учебой, хотел стать фармацептом в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И не знаю почему, я полюбил этот инструмент, когда был там от скуки к родине, к друзьям, к родителям. Дживан Гаспарян-старший, которому уже 89 лет, приехал поддержать внука. Знаменитый музыкант связал свою жизнь с дудуком, когда ему исполнилось 6 лет. Он и не думал, что станет исполнителем с мировым именем. В армянской музыке у мэтра есть любимые жанры и милые сердцу песни. У меня одна песня, много песней, которые я создаю. Это моя музыка, есть старая музыка, данашер музыка, много музыки есть. Квинтет Вагна Айропетяна – ведущие концерта и главные его участники. Они исполнили джазовые композиции и древние армянские мелодии, среди которых одна из самых популярных «Я в тебя влюбился». Квинтет был создан в начале 2017 года и уже добился успеха. Концерт, который прошел в рамках Дней Армении в Москве, сопровождала магия художника Анны Амаз. Каждая песня нашла отражение в ее рисунках из песка. Илья Залевский, Сергей Новиков, Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии. На озере в Северном Китае образовался любопытный природный аттракцион, привлекающий туристов. Практически идеально круглая льдина кружится посреди бурлящей реки. Чтобы ледяной круг появился на воде, достаточно низкой температуры, определенной скорости течения и изогнутой формы береговой линии. Тогда льдина медленно вращается в воде, а ее края стираются при столкновении с сушей. Подобное явление исследователи наблюдали в Скандинавии и Северной Америке, в Германии, Великобритании и России. Средний диаметр диска обычно составляет около 15 метров. А самый большой в истории ледяной круг – 4 километра в диаметре – был на озере Байкал. В Индии приобретает популярность роскошный отель для собак. В заведении, которое открылось всего три месяца назад, есть салон красоты и спа, ветеринарный кабинет, бассейн и кафе. В отеле ждут тех, кто хочет побаловать своих питомцев. Основатель отеля считает, что дело совсем не в роскоши. Просто у самых верных животных на земле должны быть лучшие места для игр, сна, отдыха и развлечений. Похоже, клиенты с этим согласны. Все услуги под одной крышей. Что может быть удобнее? Москва и Пекин – мегаполисы, дружеские отношения которых насчитывают несколько десятилетий. Неудивительно, что в столице Поднебесной есть частица Москвы. Это зал заседания, который так и называется – Москва. Он расположен в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. Он здесь появился после того, как мы получили обращение руководства ШОС о создании такого зала. В Москве были выделены средства. И в результате сегодня это, я считаю, один из самых красивых залов в представительстве ШОС. Центральное место в интерьере занимает живописная мозаика из натурального камня. Она создана по мотивам картины Воснецова «Московский Кремль». Стены украшают гравюры и фотографии с видами старинной и современной Москвы. И даже на потолке графические изображения достопримечательностей российской столицы. Зал Москва в штаб-квартире ШОС в Пекине открылся в прошлом году. Его расположение в здании очень символично. Рядом находятся залы Астаны и Пекина. Более того, с залом Пекина наш зал отделяет вот такая вот раздвижная перегородка. Отсутствие глухой стены как символ дружеских отношений наших стран и столиц. И ряд мероприятий Дней Москвы в Пекине провели именно в этих залах. Этот зал уже за очень короткий срок принял очень много делегаций, которые приезжают сюда с целью, безусловно, укрепления и развития дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Зал Москва занял достойное место среди залов других государств участников ШОС. Залы Астана, Бишкек, Душанбе, Пекин и Ташкент тоже оформлены в соответствии с традициями каждой из стран. Алиса Климантович, Алексей Ероцкий, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Возможно, родиной вина была Грузия. Его здесь производили уже 8 тысяч лет назад. За тысячи лет до того, как вино появилось в других странах Ближнего Востока, в том числе в Иране. В черепках, найденных при раскопках недалеко от Белеси, ученые обнаружили остатки винной кислоты. Керамические артефакты привлекли внимание исследователей своими рисунками, похожими на виноградную лозу. Керамику обнаружили в двух древних поселениях времен Неолита, жители которых занимали земледелием, разводили овец, коз и пользовались инструментами из кости и обсидиана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова